добрый вечер дорогие граммчата и чумнята все наши замечательные подписчики люди зрители читатели здравствуйте добрый вечер всем сегодня у нас четверг а по четвергам что у нас бывает конечно же прямой эфир с одним из участников актерского состава фильма майор хром чумной доктор и конечно же сейчас мы кого-нибудь подключим но вы пока пишите ваши вопросики вопросики нам да меня зовут роман катков я креативный продюсер и один из нарисов фильма кроме того главный редактор задства бабл и очень рад всех вас видеть вы все классные хорошие замечательные пишите нам пожалуйста вопросы и вот сейчас мы подключим хорошего человека ну хорошие это конечно все будет хорошо привет четверг день любви до четверг наш сегодня это определенный день любви потому что дамы и господа мы встречаем сергей всем привет здравствуйте роман и игоревич сергей дмитриевич здрасте приятно вас видеть я так понимаю что вы как и все пользователи твиттера празднуете нюца четверг потому что вы могли бы и одеться я оделся нет я извиняюсь заранее наверное за свой вид хотя вроде бы нормально но просто очень жарко но это безумная жара в петербурге же еще из-за влажности еще хуже то есть как бы ты можешь ничего не делать находиться в тени в доме под вентилятором но сто потов с тебя все равно стечет потому что влажность ужасная я буквально вчера подтверждение моих слов прошел мелкий дождик я был в начале улицы был мокрый асфальт я дошел до конца улицы асфальт был сухой вот то есть вот так и я впервые в жизни такое увидел то есть мне кажется в петербурге возможны любые чудеса поэтому если снег завтра пойдет да я думаю я к этому готов я даже не убираю зимнюю одежду сейчас погода к счастью везде хороша может это выход из самоизоляции сразу хорошую погоду но здесь-то еще не выход ну официально понятно что уже людей много на улицах но здесь официально еще карантин магазины до 10 часов все закрыто пивка не купить да ужас какой тебе все пишут что халат лучше снять и так далее друзья у нас эфир 12 плюс да или сколько ну сколько-то плюс в нем есть потому что хотя бы какой-то плюс вы должен быть да я смотрю ты выспался ты недавно я смотрел какой-то эфир ты совсем там я так понимаю работы очень много до дома работаешь еще больше на час к счастью мы выходим активно все у нас открылся открылась открылась кафе наше московское а ты что наши да все открылся дала нам открылся все хорошо редакция сейчас все сделают тесты все выходят мы в москве находимся спрашивают нас где мы там тихо что-то появился привет пацаны да да привет тихо привет родной дорогой здорово здорово родной здорово пацан здорово 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 ну ты вот весь мой да весь мой наверное твой уровень комедии строится на приколах тихо ну да да собственно это все это это не то что знаешь это как вирус. Он поражает тебя и ты можешь разговаривать фразами. Я, по крайней мере, до Тихона нигде не видел в коммерческих масштабах фразу «балдеж». А сейчас я ее везде вижу. Все пишут «балдеж». Мне кажется, что это все-таки именно Тихон. Родоначальник. Мы сейчас продаем, да. У нас пандемия чуть раньше начала. Да. Тихон нас всех заразил. Да, в общем, Тихон, ты классный парень. Вот, друзья, мы сегодня не будем готовились что-нибудь там начинать пускаться в воспоминаниях. Сколько мы с тобой эфиров провели? Сколько мы уже, да. Мы уже почти родные люди. Да что там, почти. Ты пытаешься так выставить свою камеру, чтобы казалось, что будто ты на фоне мегаполиса. Да, это как? Да. Я в городе, да. Окей. Это мой единственный способ нарушения карантина. Ну, еще иногда выхожу на него. Я вру. Я, конечно, вру. Ну, да, там безумно красиво. Ну, как удержишься тут, когда идти тут от силы 20 минут? То есть, короче, все. Сергей и Питер неразрывно связаны. Ты в Питере и ты счастлив. Да, я в Питере, я балдю. Я балдю. Балдю просто. Я балдю. Тебе пишут, что хоть не стерни дыра у тебя в стене, и то хорошо. Ну, там была дыра, вообще-то. Теперь там, да. Теперь ты завесил, да. Окей. Да. Нормально. Евроремонт оправдался. Да. Вот. Я балдю. Да, Питер атмосферный, и мы кино. Сегодня вышло, кстати, большое интервью Олега. Олега, да. Да, нашего режиссера, в котором он много рассказывает про съемки, про процесс, про все. Так что все почитайте обязательно. Да, очень хороший интервью. На его страничке, да. Очень масштабная, очень правдивая. Вот. А мы здесь собрались, ну, не знаю, поотвечать на ваши вопросы, поболтать, здорово провести время. Ну, а вы на нас, не знаю, посмотрите, порадуйтесь, может быть. Да, мы уже столько просто за карантин эфиров провели, что нам остается только, на самом деле, на вопросы отвечать, и благодаря вам куда-то там в какую-то волну впадать обсуждений. Потому что мы уже... Мы просто слишком часто общаемся, давай честно. Давай честно признаем, что мы все такие, все из себя. Ну, ну, поднадоели, да, уже немножко. Да, поднадоели. Ах ты так, да. Так ты это видишь, да, хорошо. Ладно, окей. Я понимаю, да, когда борода у тебя была, а сейчас... А, ну, а что, бро? Что, что, что? Тихон там рекламирует своего этого друга, у которого он взял эти все... культовые фразы. А, это наш старичок этот. Старичок. Да, да, да. Это дед великий. Да, ну, вот это... Не, вот жалко, что Тихон этого не делал. Просто я недавно пересмотрел. Нет, я всем советую это просмотр. Мне кажется, нужно ему отдельное... Тихон, все заказывают у тебя сторис, короче, где ты будешь делать так же, как этот дед. Вот. Вот, я, кстати, нам пишу, что можете просто включить эфир и сидеть молча. Сможем просто смотреть друг на друга и будет все сказано на этом, я считаю. Нормально. Тебя спрашивают, почему у тебя халат не красный? Так я его перекрасил просто, да? Деленький. Другой? Да нет, на самом деле этот халат был для мною выкраден для нашего онлайн-спектакля этого «Темные дни». Вот. И чтобы ты понимал, это брат Василия Шуйского, Дмитрий Шуйский, он в этом халате. Ну, и в культовых очках, в моих любимых. Да, ну, это твои культовые очки, да, это самое главное. Понятно. То есть, короче, адаптация такая интересная, в общем. Не, я очень рад, да, потому что на самом деле, ну, невозможно сейчас, даже в рубашке элементарно там, а футболки я терпеть не могу. Ненавижу футболки. Ужас. Все сейчас, кто смотрит, они такие, ну, ну, давай уже. Часть, больше фоток без футболок. Все, что нужно. Там будет только одна, пару неграмотных татуировок, и все. Да, вот, это самое главное. Don't act. Мы не будем сейчас говорить про твои татуировки, иначе у нас эфир, я чувствую, оборвется. Окей. Дудку из Титаника просят еще включить на фоне. Ну, да, вот, это уже наша культовая вещь. Как обычно, стандартные вопросы. Сколько комиксов ты читал? Есть ли у тебя любимый сюжет в Громе? Ты мне недавно, кстати, писал. Ну, нет, конечно, это игра, это игра, это просто, я надеюсь, я молюсь, что экранизируется эта история, потому что, ну, это очень классно, прям, именно вот сама вот эта сюжетная линия, к чему все это приводит, вот, с этой развязкой, это прям, ну, понятно, что это не финал, как бы, там, и время Ворона есть, и все, но, прям, это прям. Ты имеешь в виду, что это пик комикса, да? Это прям, да. Ну, так это и последняя книга, ну, не считая, вот, нового Чумного Доктора, это же последняя книга, именно конкретно посвященная линия. Для персонажей ты имеешь в виду, я понял. да, да, она же прям, ну, это как бы и пик, и финал, потому что... Ну, комик дальше продолжался про Грома, так что, ты знаешь. Ну, я имею, не, я понимаю, я имею в виду вот эта вот история, начиная вот с первой книги, и вот до пятой, вот именно эта история, а эта пятая, это кульминация некая, и кульминация, причем так сделана, что прям, ну, да, вот я ее буквально просто на днях перечитывал, у меня просто приехали мои коробки, я их открыл, и там как раз лежали вот те комиксы, которые ты мне дарил когда-то, ну, в одной, в один из моих приходов, одна из этих партий, вот. Ты, короче, я правильно понимаю, что ты выглядел в этот момент, как мем вот с этим с Росомахой, из Люди Икс, который лежит и гладит фотографию, только ты лежал и гладил. Нет, это, у нас есть с тобой же это фото, я его, по-моему, я его как эксклюзив отдал в группе, наш любимый, вот, и, да, то же самое почти, только там мы вдвоем лежали. Ну, не будем о том, совсем о подробностях, о грустном, да. Почему о грустном? Ну, ладно. О грустном. Каково тебе было, спрашивают, краситься в рыжий, сложно ли вообще ухаживать за волосами? А я ничего, я не, то есть, настолько, опять же, все про это говорят, но поймите, это не кокетство, это там не, нас попросил там Рома или кто-то еще, действительно, профессионалы работали, Игорь Бойко и вот вся его команда, но меня красил конкретный Игорь, просто, что бы я ни делал, мне не надо было ухаживать, ничто, то есть, я просто продолжал жить, просто в рыжем цвете, но я боялся, что, конечно, это будет странно, потому что вообще любая перемена во внешности, ты потом к ней какое-то время привыкаешь, как, например, стрижка, что угодно, вот, но да, все было супер, я иногда превращался, как бы, как я это называю, но здесь не буду говорить, амстердамскую, да, то есть, когда у меня половина черная волоса, половина такая рыжая, да, когда совсем волосы отрастают, а потом это исчезло, и когда мы попытались перекрасить меня обратно в мой цвет, я остался рыжим, у меня стали расти рыжие волосы, то есть, у меня даже вот эти там, как это называется, начало волос, кончики, они были рыжие, после, как бы, съемок, мы попытались дважды, я все равно рыжие остался, вот, буквально, перед трансляцией, попробовали еще раз, и вроде, как-то стабилизировалось, но все равно не то, вот, то есть, я как-то порыжил совсем, у Олега Чекунова, когда-то такая же проблема была, и они рассказывали, вот, может, это такое свойство, но я верю в то, что это просто профессионализм, мы же с тобой не обсуждали даже трансляцию, так, кстати, мы со всеми так говорили, про то, что там было, что как, так, там времени было мало, так быстро появились, немножко пообщались и дальше, все-таки, все эмоции, во многом, на самом деле, остались за кадром, я помню, когда ты прибежал, увидев трейлер в первый раз, в смысле, а, в смысле, в студию вбежал когда? Да, в студию, в студию. Нет, ну, слушай, я, во-первых, нервничал, как будто я на пробы пришел, я когда на самом деле вошел в студию, я еще боялся, там же они, там верили температуру, там все вот это по закону, да, я боялся, да, все правильно, а я же по жаре, там несколько километров протопал, думаю, ну, сейчас меня никто никуда не пустит, придется тому, да, но все было хорошо, слава богу, не, я нервничал, как будто вот сейчас вот я на пробы выхожу, там еще, даже не то, что на пробы, знаешь, а на поступление, то есть там заходят первые два человека, я стою, жду, значит, жду что-то там это, и я просто какой-то момент ловлю себя на том, что я реально нервничать начинаю, ну, и там видно на трансляции, я вначале такой вот сижу весь, вот так, как я обычно делаю, когда у меня эти зажимы нервные, вот, потом я успокоюсь. Олег тоже нервничал, но вроде все вместе мы как-то, ух, да не, ну все было очень здорово, все были классные, я, когда еще всех увидишь, вспоминаешь, как бы какие-то вот эти, именно не то, что воспоминания, ощущения, которые были во время съемок, они были, конечно, классные, потому что вот этот процесс, какие-то флешбеки, и прям так здорово, и да, вспомнили много хорошего, да, трансляция была, это была, это была отличная мысль, мне кажется, что трансляция прошла очень хорошо, как бы, жаль, что Тихон не пришел, а пришел его брат, вот, слушай, в отъезде человек бывает, да, ничего, как бы страшно, вот, ну, я думаю, ну, работы много, съемки, все дела, я думал, ты скажешь мне, что жаль, что Тихон не пришел, жаль, что Ситекин пришел, да нет, Сашка вообще, мне запретили, вы мне сами запретили шутить, вы мне сами запретили, стебать Сашу, Саша Солд. Ты его только что сам простебал, ну ладно. Нет, это я притворился твоей личностью. Ну, конечно. Да, да, все, 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 вали на Цена Серегу, так что все хорошо. обязательно, мне все просто. Нас спрашивают, будет ли фильм отличаться от комикса, да, сильно будет отличаться, поверьте, очень, поверьте, да. Единственное, что главное, что сохранилось, я там просто сейчас еще напоролся на видео у вас в паблике, когда парень по локациям ходил, сохранился этот Питер, такой, из параллельной вселенной немножко, вот прям. Мне кажется, в какой-то момент нужно просто запустить экскурсию по громовским местам, знаешь, чтобы все могли такие пройти, а вот здесь, на развальных часовни, снималось вот это ты, вот это. Да, мне кажется, это было бы очень. Так я сам с удовольствием, знаешь, прошел по тем локациям, где я не был, вот. Это, да, я что-то хотел сказать, забыл. Блин. Ну ладно, не важно. Тебе пишут, покажи статуировки, но не надо, а то будет слишком горячо, и так жарко, а то. Я спрашиваю, достаточно, кидайте ваши токены. Зарядил ли ты телевизор, а, патреон заводим, да, короче, мы с тобой, я понял. Конечно, кидайте ваши токены. Патреон, серокота, и как бы выкладываем эксклюзивные фотошки, со съемок. Все, король. Не, не, деньги не пахнут, Сергей, деньги не пахнут, тебе ли не знаю. Пахнут. Пахнут? Пахнут, зависит от того, где ты их взял, ладно. Ну да, вот именно. Вот, это все пишут комментарии про игру, как же ты так в комиксе, будешь ли стрелять в Чеботарева, и так далее, ну, понятно. Ну, если разрешат, с удовольствием, да, пах-пах. А, да, пах-пах. Пять раз, пять раз, пять раз надо пальнуть, пять раз. Ну, это по канону, но у нас же фильмы отличаются от комикса, так что... Ну, согласен, да, согласен, согласен. Двенадцать раз. Какой у тебя любимый мем с Разумовским, но расскажи. Все. Велкинт хорошие. Все. Я на самом деле, когда, я так рад, что я прошелся вот в этой позе на камеру, и появляются эти мемы, это правда, ну, я прям, я все люблю. То есть, я на самом деле, я все люблю, мне их скидывают. Повтори, пожалуйста, повтори, пожалуйста, в прямом эфире сейчас эту позу, чтобы все поняли, о чем речь. Я уже повторил, я уже чувствую, что меня ждет, как бы, после того, что я сейчас сделаю. давай, давай, давай. Я не помню, как там было. Ну, красиво было явно, явно. Да, вот что-то такое, да, да. Все, мне, мне конец, да. Как ты вообще относишься к тому, что тебе сейчас, ты же, твой инстаграм вообще теперь состоит только из того, что ты репости шарфон арты, и красивые. Там было ретро, челлендж, сегодня я репостнул вот фильм про наш спектакль, который сейчас идет. Ну, давай, давай. Я его репостнул. Минутка рекламы, давай. Ну, тебе же можно? Что за фильм? Конечно, можно. Фильм о спектакле, наш класс, он сейчас идет в онлайн-трансляции, он потом останется, если кому будет интересно о нашем, как бы, самом основном спектакле, а потом будет трансляция с актерами, с моим мастером, с режиссерами, вот, со всеми причастными к этому, вот. И это вот единственное, наверное, что я репостнул действительно, кроме просто горы рисунков, талантливейших работ и мемов, конечно, этих, ну, вообще, это все очень здорово, все очень, ну, я говорил об этом сто раз, но я не устану повторять о том, что, конечно, все это какое-то сумасшествие, люди же сидят рисуют, а некоторые днями сидят рисуют, там, какое-то прям продолжительное время тратят, ну, тратят на тебя, ты понимаешь, на тебя тратят время, смотря на твои фотографии, да, мои фотографии в образе Разумовского, ну, да, хорошо, мне кажется, мне кажется, уже и твои обычные фотографии, у меня телефон на зарядке, ребята, не переживай, да, все хорошо, самое главное, да, да, поэтому периодически падает, да, хорошо, в общем, короче, количество фан-артов тебя не смущает, а пока воодушевляет только, да, это хорошо, я не знаю, как должно, что тут должно смущать, кроме, ну, тут это только вдохновение, действительно, я просто, знаешь, это страшно, потому что люди вдохновляются образом, потому что это же фото, люди же вдохновляются неким образом, который вы, как бы, ну, там, мы с вами все как-то запускаем в сеть, а как бы, когда фильм-то будет, придется и с актерской работой столкнуться, и вот там я не... то есть ты вот такой-то сидишь, такой, ну, пока я вывожу на тем, что я красивый, а как дальше? Я вывожу на том, что вы рисовали, на образе вашего, вами созданного персонажа, даже Олег в интервью написал, ну, там, что рожден для роли, действительно, я вывожу на вашем образе, вот, ну, и плюс еще, когда меня брыжи, по крайней, ну, да, действительно, есть какие-то сходства, а вот я очень переживаю, что действительно, когда вот столкнуться именно с тем, а что я там натворил вообще, накурались, да, в этом это есть, знаешь, такие... Ну, как говорится, увидите в кино. Да, увидите в кино. В 2021 году, да, так что все будет хорошо. Да, надо всем дожить обязательно, у всех ваши задачи дожить. Обязательно, давайте доживем все вместе. Да, давайте доживем. Так, спрашиваю, где достать комикс к фильму, который мы вкладывали в подарок, подарочные тубусы. У тебя, кстати, есть такой тубус, да, подарочный? Да, у меня есть такой тубус. Вот, эти тубусы были очень маленьким тиражом, только для своих, я скажу так, мы их разыгрывали и раздавали. А вот комикс, кстати, вы действительно сможете получить, и мы объявим об этом отдельно, и это будет масштабная акция, будет очень классно. Наша будет акция совместная с другими издательствами, даже и магазинами комиксов, так что ждите. Вот. Красные очки тебе, чтобы видеть Петербург в огне. Вот мне нравится, как полет мыска идет. Нет, пожалуйста, пусть Петербург будет так же красив, здоров, и никто не перестраивает здания в центре, с их архитектурными памятниками, не превращает их в... Ну, в общем, была там история, я думаю, кто-то знает, кто-то видел, Олег об этом говорил. В общем, пусть Петербург стоит, пусть Петербург протитает. известная проблема, да. Я помню, у вас и вывески хотели одно время унифицировать, и со зданиями были проблемы. и превратить в какие-то, да, разноцветные, квадратные, как бы непонятно что, хотя при этом у меня у знакомых в центре Питера, в их помещении, ну, закрыли, у нас недавно был ливень ужасный, вот, и у них из-под земли, прямо в самом центре, недалеко от Невского, пошла вода, из-под земли стала бить, вот, а как бы вместо того, чтобы что-то сделать фундаментом, потому что это как раз подозрение на то, что здание может просто под землю провалиться, ну, просеять, пару десятков, да, а вместо этого, как бы, вот у нас фасад, хотят менять, на, да, на, как бы, на какие-то разноцветные кубики, ужасные, несочетаемые цвета, вот, ну, в общем, пусть Питер стоит, пусть Питер так же процветает, потому что, мне кажется, и через сто лет он будет все такой же красивый, за счет, как бы, своей истории, ну, конечно, я думаю, каждое здание со своей историей, каждый переулок со своей историей, каждый уголок, закуток со своей историей, ну, это же, ну, как это можно взять и превратить, ну, не знаю, в какой-то сарай просто разноцветный, я надеюсь, что все будет хорошо, так что, и не в огне, и не в цвете, пусть все будет как есть, пусть все остается как есть, да, пусть, созерцание, главное это созерцание Питера, оно спровоцирует, потому что ты просто можешь стоять, знаете, странно, что так не очень большое количество фильмов, там, в нем снято, ну, или я, по крайней мере, может быть, не так часто вижу Питер, как он заслуживает этого на экране, ну, в основном исторические же, в основном исторические фильмы, ну, да, 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 потому что исторические издания, опять же, почему исторический фильм? потому что там даже не надо строить никаких декораций, вот с тех времен как стояло, так и стоит то есть, ну это же чудесно прекрасно так, нам с тобой много вопросов задают, а мы с тобой заболтались, мы умеем с тобой заболтаться когда фильм, к слову, в 2021 году, друзья будут ли еще трейлеры в ближайшее время ну, в ближайшее прям время нет, будет новый трейлер вы об этом узнаете, все будет хорошо поверьте вместе, вот, нам показать вместе это самое главное, мы продолжаем работать с ТАЗИНОТОРА не вот так, а вот что, простите? вот так да, мы все в Москве орали когда смотрели будут ли у тебя в следующих фильмах длинные волосы, спрашивают нас, ребят ну давайте доживем до следующих фильмов каждый раз, когда, мне очень нравится, когда люди начинают придумывать киновселенную мультспин-оффы фигурки и все такое забыв о том, что, ну, надо сначала одному фильму выйти и разумеется, заработать хорошо вот, кстати, нам пишут, что кстати, про вместе ты видел, что ВКонтакте сделал вот эту иконку на своих клипах в приложении, то есть они сделали подобие ТикТока и теперь там вот эта иконочка не, 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 я же дедушка в этом смысле я как бы, у меня ВКонтакте, Ютуб и Инстаграм все воруют это ВКонтакты сделал воруют, короче не, не видел, не видел ну и пусть я думаю, они, знаешь, в перспективе к выходу фильма это делают life imitates art да жизнь имитирует искусство спрашивают, мучили ли тебя диетами во время съемок, как Тихона да, я-то знаю, что да это Артем опять спрашивает да, видимо, да это агенты Артема, которые проверяют что ты сейчас ешь у него да, меня не мучили наоборот, все было чудесно там эти коробочки просто, допустим, как например, там у меня была норма полторы тысячи калорий и в моем случае это было даже многовато поэтому я сидел на еще более жесткой штуке и слава богу я, кстати, тут тоже невозможно съедать все коробочки в день, которые кладут то есть ты не можешь только есть порцион порций, в принципе одну-две ты пропускаешь ну я просто ел еще меньше нарочно то есть я специально как бы я просто помню вот эту свою грушу в кадре еще на проверках и как бы я прям я прям в депрессии сидел пока в кадр не вошел впервые я прям я прям этот слишком щекастый давайте быстро да, да, да давайте другого посмотрим я очень боялся как бы этого поэтому да я прям я прям в основном только такие самые легкие штуки я прям да я посадил себя на еще более жесткую диету чем чем вы меня посадили ну да да, ты просто спрашивают потому что ты не выглядишь как округлое существо ну они меня просто не видели да, в кадре как бы на тот момент потому что там для другого просто для летнего да ну все равно все равно я прям у меня была депрессия прям я прям переживал я не ожидал во-первых мы еще как бы обсуждали я выходил говорят вот в жизни нормально да, просто чиполлина вот такой и здесь только луковочки не хватало вот так что да нужно больше мемов пишут нам клепайте мемы, друзья мы вообще за да я только за я как бы если вижу я всегда себе это забираю я могу не выложить что-то там рисунок или мем да, я помню у тебя там помойка в твоих картинках когда ты запускал эфир и стоял на фон картинки я помню да ну там сам ты помойка у тебя у самого-то там только твое лицо салфачи да до после а что что-то 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 не так что-то а тебя спрашивают важнейший вопрос змей или угорь выбери змей или угорь угорь за угря ты да, топишь выбираю угря да, угря угря да роллы с угрем конечно вот поэтому я и выбрал угря молодец мне кажется столько людей переживает за зарядку на твоем телефоне что я даже уже переживаю сам думаю что все хорошо нет все в порядке все на зарядке никуда не денешь пока инстаграм нас сам не отключит ну да или у меня не сядет телефон тебе спрашивают ты выпустился уже вот кстати ты же хотел похвастаться ну я вообще-то не хотел но раз так я выпустился у меня красный диплом ну у нас еще идут какие-то бюрократические проволочки идут то есть там надо закрыть обходные листы сдать костюмы все все долги в общем-то институту так что да скоро будет какая-нибудь такая клишированная история с аттестатом точнее с дипломом с красным вот так что да я выпустился недалеко до создания собственно IT-компании я понял красный диплом никуда я не я туповат я для IT-компании я охранником могу стоять в какой-нибудь IT-компании вот на входе ну и то тоже так себе ну да для охранника ты слишком как-то тащеват тем более если надо больше коробочек есть тогда да мне надо прям вообще налегать на коробочке мощно ну я со стулом могу стоять как бы компенсировать хитрость я не буду спрашивать что имеется ввиду но окей окей а с двумя стульями можешь стоять ну все давай без этого своего юмора ну вот хорошо хорошо да не поли что у тебя борода накладная отклеилась смотри хороший на БФ приклеил ну понятно да 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 как приклеил для съемок так и не могу до сих пор как она ладно вот мы напоминаем что у нас спрашивают про конкурс у нас же конкурс идет на фанатский постер или слоган так что вы присылайте нам ваши варианты они очень классные очень классные друзья откуда ты родом тебя спрашивают вот город держит Нижегородская область ага ты вот откуда взялся ну я просто с полутора лет может чуть раньше в Москве живу поэтому иногда чтобы не вдаваться в подробности говорю что я москвич потому что как бы все что я помню это Москва а так да я издалека прекрасного ну да там к тебе не было не было никто жестоко все нормально прекрасное далеко я знаю песню прекрасное горошко прекрасное горошко что отлично вот премьера у артиста горошкина все все помнят скучаешь ли по школе и своим одноклассникам нет ну по кому-то да но по кому я как бы скучал я могу приехать в Москву и позвонить и встретиться стандартная история а так ну я сменил три школы как бы за жизнь вот из-за переездов или тебя выгоняют нет ну после девятого мне надо было хоть куда-то уйти а потом туда куда я ушел я там пробыл только полгода потому что очень неудобная логистика как бы я привык девять лет до школы идти десять минут а потом пришлось добираться полтора часа как бы на метро электрички на маршрутке вот и вместо там трехсот часов академических меня не было где-то двести хотя я доезжал до центра она была в центре этой школы ну и в итоге я ушел оттуда и закончил частную школу вот и как бы с кем ну по кому я скучаю с кем я общался так мы до сих пор и общаемся то есть одноклассники вот да они ценят твои актерские проекты мне просто сюда интересно в такие моменты всем очень нравится трейлер грома а все предыдущие сколько людей появляется да которые с тобой не общались и такие вдруг слышу вау ну при тебе был один такой звонок если ты помнишь я помню потом ну звонили звонили да те с кем я не общался не то что некоторые в основном писали вот а так позвонил там да пара тройка человек вот очень ну очень нравится им трейлер да мне вообще кажется там сколько сейчас миллион девятьсот миллион восемьсот просмотров миллион это я насмотрел то есть вы все так говорите я тебе говорю сколько же насмотрел Артем Габрилианов тогда ну а он да у него на своем канале на закрытом наверное там уже 10 миллионов просмотров вот ну саундтрек конечно просто пуф мы его знаешь что мы его я вот на самом деле трейлер практически не пересмотрел потому что я его насмотрелся в момент не ну понятно что создатели да это одно мы то уже видим финальные результаты как бы остается только им и наслаждаться ну все же такие ой друзья друзья так какое у тебя мнение насчет очень популярного сейчас сыроволчьего пейринга мне кажется уже много раз это спрашивали это какое-то новое слово я недавно выучил слово шипперинг теперь как пейринг что это такое это то же самое я так понимаю ну в какой-то степени пара пара а я понял нет ну я как меня много раз спрашивали я там в последний раз когда я попытался ответить у меня телефон вырубился я как только с положительной стороны если люди так думают почему мы должны их ограничивать если это как стимулирует в них какой-то поток творчества как бы в виде рисунков если это порождает любые эмоции я считаю что вот ну грубо говоря да если эти если эти эмоции толкают их на какой-то творческий акт в виде рисунка или коллажа или что-то еще ну как к этому относиться можно только с уважением как к людям которые занимаются творчеством больше никак согласен вот все то есть это некое творческое вот ответвление к которому спасибо спасибо людям за эмоции которые они ощущают я думаю что вот это вот самое спасибо людям за эмоции которые ощущают и спасибо людям которые что-то создают да и вследствие эмоции уже ощущаем мы вот от этого вот так можно сказать вот да ну что ж сергей вы чудо пишут вам пишите мне тоже сюда пожалуйста пишите потом он не верит никому кроме вас поэтому надо вам написать только серёжа мне пишет вы котики к сожалению но не все так думают говорили что пощечина дмитрию чеботарёву роли олега персонально от вас нет разумовского это что 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 это за я пошутил вы что это была шутка это просто я даже не помню где я пошутил как бы нет конечно эта шутка конечно это разумовский да конечно это наш сережка сережка но не до меня это да если русские режиссеры у которых ты хотел бы сняться или если вот кстати уже задавая такой вопрос классный если персонажи которых бы ты хотел когда-нибудь сыграть персонаж мечты есть у тебя да он есть но это моя собственная придумка на фоне нашего спектакля темные дни где я одна из моих ролей это иван грозный и у меня пришла гениальная мысль я очень хочу ее снять в стиле сериала пастырь я надеюсь что когда-нибудь у меня появятся содвижники мы сможем написать классный сценарий вот или кто-то это сделает я очень буду надеяться но я не ну я не буду говорить естественно потому что мало ли что вот не то чтобы я гений но всякое бывает и да но у меня есть персонаж но это вот именно тот который у меня в голове то есть это не из литературы не из да я его сам себе придумал и я очень хочу его сыграть очень надеюсь то есть до недавнего времени моя мечта еще хочешь комик комикс спин-офф про него я помню нет ты не знаешь о чем я говорю. Ты не знаешь. Нет, это другое. Я про разные вещи говорю. Ты говорил и про краткометражку свою. И ладно, хорошо. Все в процессе. Все в процессе. Краткометражка, чтобы ты знал, тоже в процессе. Сценарий тоже в процессе. Ну, на карантине же зачем время? Позовешь камео? Я буду теперь мастером камео. Конечно, конечно. Я уже даже знаю, какой у тебя будет камео. Потом расскажешь. Я чувствую, что это интересно. Потом расскажу. Окей. Тебя спрашивают, дразнили ли тебя в детстве из-за фамилии? Да, и из-за имени тоже. И из-за фамилии, и из-за имени. Потом мне прижилась уже немножко другая дразнилка. Но вот до какого-то сознательного возраста это была фамилия. Ну, Горох. Слышь, Горох. Царь, Горох? Нет, слышь, Горох. Что делаешь, Горох? Как дела, Горох? Горох! Вынеси попить. Вот такие истории, да. Была, да, Горох. Но еще часто мою фамилию путают. Там Горшков, Горошко, Грашка, чего только не было. А так, да, и по имени, и по фамилии всегда дразнили. Сергей, там есть одна дразнилка, которая в детстве, от которой я страдал. Вот, но потом все это, конечно, прекратилось. Это, я думаю, да, у всех бывает, но главное... Ну, нет, я не страдал, там все-всех дразнили, боже. Ну, самые жестокие человеческие создания это дети. Это понятное дело. Чем ты занимаешься в свободное время? У тебя есть хобби? Расскажи. Ну, в данный момент в карантин нет. А так, мое хобби, я говорил уже где-то, это музыка. Все, чем я как бы... Если не занимаюсь профессией конкретно, да, или как-то косвенно, да, то это, конечно, музыка. Если есть шанс выбраться на репетиционную базу, я всегда им воспользуюсь. Жалко, что в последнее время ночные репетиции стали закрываться. То есть отменили такую функцию очень во многих местах, даже в которые я раньше ходил там по три раза в неделю. Сейчас все отменилось такое. Поэтому и шансов у меня стало меньше. Потому что занятость была эти четыре года всегда адская. Потому что либо съемки, либо институт. Вот. И, к сожалению, днем там не было возможности. Я нашел пару мест, но и там в итоге отменилось. Так что мое хобби, да, это вот музыка. А занимаюсь я в свободное время, я уже сказал, у меня либо Питер, как свободное время, потому что, то есть, просто я брожу по нему. Либо сценарий, вот, за который мы взялись пару месяцев назад. Ну, слава богу, там есть профессионалы, а не только я. Да. Как бы грамотные люди. Ну, ты не отвечаешь за эмоции персонажей, я так понимаю, да? Да, мне кажется, меня просто терпят, чтобы я там, не знаю, я не знаю, зачем мне люди терпят. Что, чтобы я сыграл потом? Просто я предложил, наверное, поэтому и терпят. Не знаю почему. Мне кажется, меня просто сольют в скором времени. Не-е-е, все будет хорошо. Не переживай, мы с тобой комик сделаем, если что. Вот, вот это уже интересно. Давай, в соавторстве. Отлично. Как раз сейчас можно много хорошего делать. Я готов. У меня есть идеи, я тебе больше скажу. Да, я, кстати, если ты конкретно про нашу вселенную, я даже помню, что мы обсуждали их по этому. Видите, как мы погружены в это вот творчество. Ну, я когда же только вот первый раз влетел как бы на пробы и вообще окунулся во вселенную, я же сразу начал тебя задалбливать всякими своими идеями, потому что она вдохновляет, если в нее окунуться. Она действительно вдохновляет. Согласен. Да, есть мыслишки. Ты подумай. Да. Обсуждение всегда приводит к чему-то хорошему. Да, да. Ну, в Питер приезжай, обсудим. Ну, ты, если позовешь на день рождения, то приеду. Ну, я не знаю, где я окажусь на день рождения, вот. Но надеюсь, что буду, конечно, здесь. Ну, где-нибудь. Ну, придумаем что-нибудь. Да. Ладно. Нам нужен оркестр на Гром.ФМ. Да, у нас был такой план, но мы потом как-нибудь, может быть, его еще реализуем. Нашу гениальнейшую, гениальнейшую идею. Это я не понял. Это о чем сейчас. Это вопрос я читаю, на самом деле. Зелень, стекла, место. Ну, в общем, да. Да. Читал ли ты какие-нибудь хорошие русские книги за последнее время? Расскажи, какие. За последнее время русскую книгу, которую я прочел, это пьеса Клима «Темные дни». Вот и все. Все мои остальные... Короче, по работе читаешь. Ну, да. На самом деле, если бы не работал, я бы и не напорол... Нет, у меня были потуги, но я не буду о них говорить, потому что это мерзость. То, на что я напоролся, я не хочу вообще даже упоминать об этом. Вот. Так что это вот так. К сожалению. А именно из того, что хорошего, да, это Клим «Темные дни». Это очень современная история. Очень про сейчас. Только ее надо прочесть 6 раз минимум, чтобы что-то понять. Чтобы что-то понять. Окей. Да. Это, наверное, лучшее, что я прочел за последнее время. В последние 3 месяца. Пошли музыкальные вопросы про тебя. Ты же на барабанах играешь. Было ли у тебя музыкальное образование? Хотел ли ты попробовать себя в опере? Я попробовал. Это же театральный институт. Архаичные законы, как бы, они способствуют тому, что так или иначе ты попробуешь себя в чем-нибудь архаичном. Да, и у нас были музыкальные показы. Где я, вот это все, гортань прижать надо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, естественно, мы от этого отказались. Да, все, слава богу, это кануло в лету. И там это было на первом курсе. Все поняли, что это не мое. И мы там стали уже заниматься чем-то более продуктивным для меня, вдохновляющим. А образование, да, у меня были потуги, у меня там три класса пианино, фортепиано точнее. Но я ничего не умею, потому что я ненавидел свою учительницу, которая меня заставляла растопыривать пальцы так, чтобы потом руки болели. Я просто свалил оттуда. Подожди, подожди, я должен обязательно пошутить, что ты променял оперу на фильм про опера. Ну, почти, ладно. Ну что, надо попытаться. Боже, Рома, хватит. Остановись. Ну, ладно, все. А, как же жарко. Да, ну, можешь приоткрыть халат. Чуть-чуть. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Нас все спрашивают какие-то истории со съемок. Я тут пытаюсь вспомнить какие-то веселые истории со съемок. Какие-то веселые истории были вне съемок, до съемок, после съемок. В перерывах между съемками. В перерывах между съемками. Мы вели себя достаточно прилично, по-моему, во все это время. Ну да, ну, там Саша, который выиграл игрушку, или это ты был? Не помню, кто-то выиграл. Нет, Саша, как раз, не выиграл игрушку. Мы выиграли игрушку. А, он снимал, да? Саша ввалил туда рублей 200 после нас. Но игрушку мы так и не выиграли. Это ежика, которого мы вытащили и подарили Олегу Трофиму на день рождения. В общем, да, мы любим играть на автоматы, но не те, которые. Саша очень любит играть в автоматы. Саша любит, да. Ты же подружился сильно с Сашей. Он рассказывал историю, как ты с ним вызывал его на пробы быстренько. Да некого было позвать просто. И говоришь, что я еще издеваюсь над Саньком. Ну, все, все, один разочек. Нет, да, мы, нет, ну, Сашка классный парень, как бы, он всегда готов помочь. То есть, я просто наобум, я даже не думал, что он согласится, но он согласился. Там я ему сказал, найди костюм, все, а я на фоне зумовских репетиций. Давай, найди костюм, значит, там, давай что-то сделаем, построим, как-то сделаем. В итоге нашли новый формат записи самопроб, вот, и это было прям круто, весело. Конечно, глупо, с одной стороны, но прям там это всем понравилось, всем зашло. Вот, Саша такой, да, если попросишь о помощи, всегда поможет классно в этом смысле. Настоящий напарник, я считаю. Ну, он настоящий напарник, да. Идеальный напарник, как бы, то есть, говорят, что я попал, ну, может, я внешне какое-то попадание в комикс, но тогда в этом случае Сашка, он внутренний. Это идеальное попадание, как бы. Я и не удивлюсь, если в какой-то момент он просто там кого-нибудь может вырубить с одного удара, то есть, я не удивлюсь, если наш... Да, он такой огромного мужика какого-нибудь. Да, я не удивлюсь, если он его просто потушит, как бы, я вообще не удивлюсь. Это будет, это будет ожидаемый финал. Да, Саша, хороший парень. Привет, Саша, да. Привет большой, конечно, Саша. А он здесь, что ли? Нет, не знаю, но всегда... Ну, в любом случае. Долетит как-нибудь, Даня. Долетит. Все просят истории, как мы вели себя непривычно, неприлично. Да, ладно. А как, да, мы всегда прилично очень себя вели. Да, я согласен. Мы нарассказываем вам истории, друзья, когда-нибудь, когда еще будет. Когда фильм выйдет, и нам уже нечего будет тереть. Пишут тебе все, чтобы ты бросал курить, вставал на лыжи. А чего вы взяли, что я курю? Я просто там... У меня здесь вентилятор. Чай пьет. Саша здесь. Что самое важное ты написал, Сережа, в своем самоучебнике? Скажи. Это кто? Это кто-то из наших, я так понимаю, да, пишет? Кто-то из своих. Я самое важное, что я написал, что я... Вот, и наверняка, может, этот вопрос прозвучит. То, что именно с точки зрения работы актера над ролью, грубо говоря, я не вижу особой разницы между кино и театром. То есть, там мне в основном говорят, что как бы, а как же масштаб? То есть, когда зал, и когда как бы тут камера, и это все равно немножко интимная история, мне кажется, нет. Просто здесь масштаб зала меняется на масштаб того, что внутри тебя происходит. И поэтому, то есть, в основном, главное, что я написал, действительно, единственное для меня отличие – это отсутствие зрителя. Зрителя как непосредственно участника процесса, в смысле. Понятно, что кто-то там всегда стоит. Но они, ну, это не участники процесса. Если только не говоря о массовке. Вот. А это главное, что я для себя открыл за счет, как бы, грома и своего опыта работы в театре. Хорошо. Очень здорово. Спасибо нам, говорят, за эфиры. Нам очень приятно для вас их проводить, ребята. Правда, мы не уверены, что как только у всех начнется загруз рабочий, мы будем продолжать это делать так же активно. Но мы не очень проеактивны в последнее время. Ну, как бы, хорошего понемножку, правильно? Согласен. После наших веселых эфиров, после премьеры трейлера, я думаю, уже все больше. Больше уже ничего. Я думаю, после премьеры фильма, да. Следующий эфир. Это будет самый веселый эфир, я думаю. Какой фильм ты последний смотрел, Колись? Место под соснами с Райаном Гослингом. Интересный выбор. Я прям, я случайно напоролся на него. Ну, шикарно. Шикарно. То есть, я еще думал, что вот убийство персонажей, когда смотрел «Игры престолов», для меня, на самом деле, любое убийство персонажей в «Игре престолов», грубо говоря, грубый пример, ну, я сейчас, что пришло первое, ни в какое не встает с тем, что произошло там. Я спойлерить не буду, всем советую. Это «Место под соснами» Райан Гослингом. Фильм интересный. Безумно хороший фильм. Я просто не хочу о нем говорить, чтобы мало ли кто посмотреть захочет, как бы, а любой разговор о нем, это, соответственно, спойлер. Ну, да. Но фильм не такой, да, раскрученный был, хотя я помню, как он выходил. Очень жаль, очень жаль. Рассуждали, да. Очень жаль, что он не был раскрученный, потому что действительно стоит того, чтобы потратить там, 2.20 он идет, очень долго, но я очень советую, да, очень советую. Нас опять спрашивают про полную версию песни «Перемен». Ребята, мы, наверное, сделаем где-то большую закрепленную запись про то, что пока мы не можем реализнуть этот трек из-за того, что правообладатели не дали нам такой возможности, но мы когда-нибудь постараемся. Когда-нибудь это произойдет, да. Нас просят с тобой сделать ночной серокотный эфир без холота. Ладно, все, окей. Я пропустил, да. Это за токены, только за токены. Да, это на Патреоне. Это мы когда заведем Патреон. Так, что за... Здесь где-то пишут, что был какой-то вопрос про Меладзе, и я его пропустил. На всякий случай, Сереж, какая у тебя любимая песня Меладзе? Ты ушел просто, да? Прощай, цыганка, Сережа, Били твой халатик сладкий, как не знаю что... Я в прямом смысле ушел от ответа. Меладзе слишком... Слишком, да. Слишком серьезная тема, чтобы ее обсуждать. Какой будет хронометраж у фильма? Ребята, скорее всего, больше двух часов пока что. Сейчас мы на это... А, все думают, что ты ушел гуглить и не знаешь ни одной песни Меладзе, Сереж. Только у меня телефон здесь, на чем мне гуглить-то? Все, окей, 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 окей. Да, вот, ребят. Ну, а что... Тебя сейчас, подожди, то есть, получается, тебе сейчас другой эфир надо идти смотреть, да? Ну, мне не сейчас, мне попозже. Еще пока нет, но да, чуть позже будет эфир еще один, где я буду непосредственным участником, а не тем, кто будет смотреть. Он у нас там по поводу как раз показанного фильма и вопросов о спектакле. Вот. Я пишу, что ты не шаришь за Меладзе. Нет, это ошибка. Я шарю за Меладзе. Просто это острая тема, я не хочу о ней говорить, но мне нравится. Мне нравится. Голос Меладзе и... Ни одной песни не можешь помнить, скажи честно. Нет, я могу, я не хочу об этом говорить, я не хочу. Хорошо, ладно. Не хочу, не буду, все. Мы устроим ночной эфир и будем петь только песни Меладзе час, друзья, все. Да, да, договорились, да. Для вас. Просто только Меладзе всю ночь. Да, просто. Мы даже отвечать на вопросы, не будем читать ничего. Красное вино и Меладзе, да. Я надену рубашку огурцы, да. Да. Ты будешь в халате белом и будешь как белый мотылёк, да, потому что... Самба белого мотылька. Ладно, все. Это можно бесконечно. Вот, я понял, короче, Меладзе тоже нужно добавлять в саундтрек... Я думаю, да. Второй трейлер должен быть под Меладзе, да. Переделанный. Если он будет когда-нибудь. Он должен быть полностью про Разумовского, да, и красиво. И все под Меладзе. А в конце, а в конце Шефутинский должен играть. Окей. Окей. То есть Меладзе, перетекающий в Шефутинского, да, это будет прям то, что нужно. Блин, а я, кстати, видел Шефутинского, мы когда летали в Сан-Диего, он в Лос-Анджелеском аэропорту тоже куда-то летел. Встретить Шефутинского в Лос-Анджелесе, это классно. Нет, у меня не было такой чести встретить Шефутинского. Но... Не было возможностей. Но все впереди, да? Да, я совершенно считаю, да. Вместе мы всего добьемся, да. Шефутинский и вместе, да, то есть... Я календарь перевернул. Ладно, все окей. Гроссовер года. Мы же пришли. Чей гонится мой гонит? Я вспомнил тебя в караоке и ладно, все. Да, да, да. Это соседний вопрос. Вот вам стыдные истории со съемок и после съемок, но про них отдельно. Как вы поняли, нам есть о чем поговорить, но не в официальном эфире. Друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы к нам, вы пишите. У нас осталось минуты 4 где-то или 5 для того, чтобы с вами еще пообщаться. Мы рады друг друга увидеть, потому что... Кто не знает, сколько мы не виделись еще. Да, нет, понятно. Ну, нет, ну ты приезжай, ты в Петербург. Ну, просто слушай, ну, действительно, столько эфиров и вопросов задано уже столько, то есть понятно, что, ну... И плюс мы сами не хотели на какие-то отвечать, потому что мы не хотим вам вообще рассказывать, мы хотим вас еще удивить и следующим трейлером, и вообще и историей. Да, и мне кажется, просто наша история еще такая долгая, и нам еще будет о чем поговорить, что рассказать. Просто хочется все это очень дозированно, дозированно подавать. Вот. И я очень надеюсь, что сегодня вроде мы с тобой тоже очень достаточно неплохо. Неплохо. Да, мы просто... У нас флоу такой идет веселый. Ну, то есть у нас как бы диалог не друг с другом столько, сколько со всеми, кто смотрит на меня в халате, да? Да, на тебя в халате, да. Хорошо, что у меня изображение зернице, и я не все вижу, что мог бы. Ладно. Про пробу опять нас просят рассказать. Как Сергей хитро пытался нас покорить своим рингтоном. Ну, это же... А можно? Это можно рассказать, но это же про рингтон, это смешно скорее. Ну, да, я пришел на пробу, и, в общем, в первый раз, причем я там, да, должен был уезжать, я сделал выбор в пользу в пользу вот этого лица чудесного с бородой и всей этой истории. Вот, и пришел, я ничего не знал ни про комиксы, ни про вселенную, как бы, я просто вот пришел на встречу, и я пока шел, я пока настраивался, слушал трек главный, ну, Like a Devil из короткометражки в наушниках. И, значит, я пришел, все вынул наушники, положил телефон, а у меня тогда был какой-то очень глючный телефон, и мы сидим, уже говорим, там, минуты 3-4 прошло, и вдруг начинает просто играть этот трек на полную, на всю, на всю аудиторию, в которой мы находились. И мы, главное, не понимаем, в чем дело, почему это, и Сережа говорит, простите, это мой телефон. Это действительно был телефон. Я не делал этого, это была случайность, как бы ты не хотел верить в то, что я пытался там заработать тебе ими. И мы такие, ну да, парень, парень пришел нас покорять, конечно, такой фанат, поставил себе на рингтон, короче, музычку, такой, ну, понятно, в теме, ну, ребят, ну, че, это было дико смешно. Ну, это вам было смешно, а мне было безумно неловко, и, в общем, я тогда, да, загнался очень сильно. Это было самое первое наше знакомство, да, 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 я помню. Ну, первые пять минут. Да. Мы еще, причем, такие суровые же все сидим, мы же такие все продюсеры, все в телефонах, и в телефонах, как будто все, ну, смотрят, что происходит, но и в телефонах мы обсуждаем, так, че, ну, че, реально пацан прикольнулся, да, классно сделал. Да, партизисты. В чатике. Да, это было смешно. Ну, да, это судьба. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это судьба, в общем, да. Когда будет мерч с Чумным Доктором и Громом? Друзья, ну, ближе к премьере фильма-то вообще все будет. Вообще, все, вы ждите нас, все будет классно. Мерч, начнем. На самом деле, мы сейчас уже готовим вот то самое делюксное издание комикса Чумной Доктора, который Сережа подписал, в котором фантастические обложки от Кея, от Наташи Заидовой. Да, красиво. Ты видел эти обложки, да. Я не каждый в единственном экземпляре и вручную нарисовано, и мы, конечно, сделаем такой супер делюкс для всех. Да. Да, кто любит Чумного Доктора и наши комиксы. Кому повезло. Так что мерч будет, да, так что и все будет хорошо, друзья. Вот, стоите ждать следующих эфиров. Друзья, мы поговорим, у нас сегодня две минуты пошел отсчет, поэтому надо прощаться потихоньку. На следующей неделе у нас будет эфир с Любовью Павловной Аксеновой, наконец-то. Приходите все. Да, будет весело, интересно, я надеюсь. Посылаю в космос. Посылаю в космос. Космос, да, любовь, это космос, любовь, это любовь. Вот, ну а мы с Сергеем, что с вами на сегодня прощаемся, сегодня у всех еще много дел. Это правда, дело еще полно, да. Согласен, мне надо несколько комиксов дать. Вот, так. Да, спасибо вам всем, кто был здесь с нами сегодня, мы максимально, на самом деле, расслаблены сегодня были и естественно, так сказать, вели сегодня с вами. В своей среде, да. Да, просто все, все родные, все дорогие, все красивые, так что спасибо вам. Да, спасибо. Мы с вами вместе, да. Вот, но, да, 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 Вот, ну а Сережа, что остается сказать? Скажи что-нибудь всем на прощание. Спасибо всем за... Ну, я в этом смысле не оригинальный. Спасибо за внимание и за время, которое вы уделяете и выделяете на нас и на меня в моем конкретном случае. Спасибо вам за это. Вот все, что я могу сказать. Вы сладкие. Да. Они сладкие, правда? Они прям очень хорошие. Вот, так что, друзья, следите за новостями в нашем инстаграме громфильм, заходите в наши Сережа инстаграмы, мы, может быть, устраиваем, там будем какие-нибудь безумные вещи. Неожиданные, неожиданные. Неожиданные, да, такие. Ну что, выходим? Давай через пять минут. Все окей, надо поболтать. Да, 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 подмосковные вечера, да. Так что, всем спасибо, всем пока, майор гром, ура, Сергей Горошко, Роман Капков с вами были, муа, любим вас. Спасибо.